В преддверии дня российской науки студенты, магистранты, аспиранты и молодые ученые собрались, чтобы зачитать свои доклады и обсудить будущее науки в нашей стране. Фундаментальные и прикладные исследования молодых ученых. Конференция с таким названием прошла 7 и 8 февраля в Сибирском государственном автодорожном университете. Проводя наши основные главные конференции, в которых доклады уже маститых ученых по серьезным проблемам, то вот эта конференция носит такой, ну скажем так, эффект, который позволяет нашим молодым ученым показать свои силы, почувствовать локоть своих товарищей, поддержку действительно профессуры, серьезных ученых, ну и показать себя. Студентов и молодых ученых с Днем российской науки поздравила и начальник управления молодежной политики Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Светлана Лопуценко. В своей речи она отметила важность и значимость научных исследований. В преддверии Дня российской науки правительство Омской области начинает старт приема работ на соискание премии правительства Омской области для поощрения молодых деятелей науки. Эта премия вручается 9 лет. За все время порядка 400 молодых ученых подали заявки на соискание премии. И 35 лауреатов получили финансовую поддержку. Размер бремя составляет более 100 тысяч рублей, поэтому это не только, скажем так, оценка заслуг лауреатов, но и возможность в дальнейшем развиваться, развивать свои научные исследования. Работа конференции проходила по семи направлениям. Молодые ученые поговорили о транспортной логистике, промышленном гражданском строительстве, инновациях в экономике и менеджменте, философских и исторических проблемах современности. Третий раз уже в стенах нашего вуза проводится такая конференция, которая действительно нацелена на развитие и привлекает студентов, потому что, как вы могли заметить, полный зал студентов, всем интересно. Во-первых, очень интересные доклады были представлены. И я считаю, что в преддверии праздника нужно все-таки каждый год, чтобы так и продолжали проводить эту конференцию. Очень много интересной информации, почерпнутые студенты, магистранты и профессора для себя. Всего заслушано 88 докладов. А среди участников конференции были не только мечи, но и представители Беларуси, Новосибирска, Тюмени, Томска и других российских городов. Новосибирска